Благодарность Богу Благодарность Богу за это В прошлое воскресенье нас было намного меньше, чем сейчас Потому что многие из вас были в лагере Многие из вас были в подготовке к лагерю И нам Бог даровал прекрасное служение И слово, которое мы слышали И праздник, который мы вспоминали Праздник преображения Когда Иисус Христос зашел с тремя учениками на гору И преобразился там И Он видел там Моисея, Илью И они говорили об исходе, что должно случиться И как ни странно, в этот момент Некоторые ученики спали И говорили о том, что если мы христиане И мы верим в Господа Бога Наша жизнь должна преображаться Должен преображаться наш характер Должно преображаться Я, как я во Христе Как я христианин И, наверное, не так, чтобы я сам это увидел Наверное, чтобы это увидели ближние Да, чтобы дети увидели Мой отец преображается Или, наоборот, родители увидели Мои дети преображаются Жена увидела мужа Свидетельство со стороны Когда жизнь наша христианская меняется А ученики спали Интересно, некоторое время тому назад В Техасе был случай Когда после тяжелой аварии Молодой человек Ему лет 18-19 было Он попал в кому Из этого состояния Долго не мог выйти В 8 лет он пробыл в коме В такой, как он вроде бы И не живой, и не мертвый И он спал Его родители кормили За ним ухаживали И прошло 8 лет И через 8 лет он проснулся Его спрашивали Ну что, как ты себя чувствуешь? Он говорит Как будто бы не было этого времени Два президента поменялись Невеста моя замуж Уже вышло у нее дети А я только проснулся Вот чтобы не было у нас Такого состояния Друзья, годами ходим в церковь Годами собираемся вместе Годами назовемся христианами Чтобы живые мы были Когда Христос не один раз было Когда Христос молился В Гефсиманском саду Ученики тоже спали Часто мы имеем вот этот сон И не бодрствуем То, что хочет от нас Бог А те, кто не были с нами Пересмотрите это слово Послушайте его в архивах О преображении Мы прочитаем место Записанное первое место В Деянии Святых Апостолов 21 глава И у нас будет время Сегодня с вами Для общей церковной молитвы После слова И там написано В третьем стихе Вторая часть этого стиха Первый Быв в виду Кипра И оставив его слева Мы плыли в Сирию Пристав в Тире Ибо тут надлежало сложить Груз с корабля Когда Павел Были в путешествии своем И найдя учеников В том городе Пробыли там семь дней Они по внушению Духа Говорили Павлу Чтобы он не ходил в Иерусалим Проведя эти дни Мы вышли и пошли И нас провожали Все с женами С детьми Даже за город А на берегу Преклонив колени Помолились Знаете, каждый раз Когда читал это место Я представлял эту картину Когда вся толпа вышла И дорогого человека Провожали за город Мамы, папы, дяди, тети Дороги они им были Дорог был Павел И они предвидели То, что больше с ним Не встретятся Они У них пророки были Они говорили Что не ходи в Иерусалим Знали, что уже не увидят его Вышли На берег моря Представьте вот эту картину У нас один раз Был такой случай Вот Роман с Олей Будет помнить Мы когда возвращались С Камчатки Из села Ановгай По пути назад В Петропавловск У нас хорошие отношения С ним были Ихние дети были в лагере И они настолько Полюбились нам И мы возвращались назад Уже поздно было Они вышли Перекрыли дорогу Сделали костер Все Мамы, папы, дети Вышли повстречаться И помолиться Вместе Так же и здесь Преклонив колени Прям там Вот вышли на берег моря Упали в песок И помолились Друзья Если не болят ваши колени Сегодня Если вы можете Еще их преклонять Преклоняйте перед Богом Мы видим Учеников Которые молились Перед Богом Если вам позволяет Здоровье Мы видим Иисуса Христа Который молился Преклонив колени Что-то в этом есть Перед Богом Павел Потом напишет Послание Тимофея Про людей Про мужей Которых он хотел бы Видеть И это записано Первая Тимофея Вторая глава Я буду читать Первые восемь стихов Итак Прежде всего Прошу совершать Молитвы Прошения Молитвы Благодарения За всех Человеков За царей За всех Начальствующих Дабы проводить Нам жизнь Тихую Безмятежную Во всяком Благочестии И чистоте Ибо это Хорошо И угодно Спасителю Нашему Богу Который хочет Чтобы все люди Спаслись Друзья Еще раз Который хочет Чтобы все люди Спаслись Не кто-то И достигли Познания Истины Ибо Един Бог Един посредник Между Богом И человеками Человек Иисус Христос Предавший Себя Для искупления Всех Таково Было В свое Время Свидетельство Для которого Я поставлен Проповедником И апостолом Истину Говорю Вам во Христе Не лгу Учителем Язычников В вере И истине Итак Желаю Чтобы на всяком месте Произносили молитвы мужи Воздевая руки Воздевая чистые руки Без гнева И сомнения И так Желаю Чтобы на всяком месте Произносили молитвы мужи Господь говорит И нам сегодня Через послание Павел когда-то говорил Это Тимофею Бог ищет Сестры не смущайтесь Когда написано Мужик Вам это слово тоже Бог хочет Чтобы на всяком месте Произносили молитвы И не в церкви Или Божьей Как просто идеальное место Где собраться Нам помолиться У меня вопрос Почему друзья Так часто У меня нету Вот этого огня Молитвы Почему мы не радеем Молиться Если Иисус Христос Когда Он разгонял Из храма Он сказал Дом мой Домом молитвы Нарычется Цитируя слова Пророка Исаии Которые Он же и сам говорил То мы собираясь здесь Собираемся для молитвы Знаете Как печально И интересно наблюдать Когда что-то случается Люди бегут к Богу И начинают молиться Вот у нас не случилось Затопление Как случилось в Европе У нас не случилось Землетрясение Как случилось на Гаити На прошлой неделе Где сотни Тысячи людей погибло У нас не случаются пожары Вроде бы огромные Как тайга горит И нам нечем молиться Талибан сегодня Не стыдкалыч захватил А Кабул Да мне брат прислал сообщение 219 кажется миссионеров Которые попали в эту ловушку Люди живут в такой ситуации Где дух ихний Он не может молчать Хочется молиться Они молятся Они взывают Они вопьют к Богу У нас все хорошо И часто вот в этом мы охладеваем И вроде бы Как не здесь Как в Доме Божьем Собраться нам помолиться Если мы будем читать Евангелие от Луки 11 глава Когда ученики вернулись назад Уже Христос посылал их По двое в села Чтоб они проповедовали Они исцеляли Они делали большие дела И написано Они пришли назад И видели Христа молящимся 11 глава С первого стиха И они подождали Ученик подождал Пока Христос помолился И потом говорит Господи научи нас молиться Никак нам больше чудеса делать Никак нам больше насаждать Миссионеров Еще чего-то Боже научи нас молиться Мы хотим молиться Они видели силу Они видели пример Иисуса Христа Который молился Бога человек Сын Божий Господи Ты можешь все сделать Здесь на земле Ему нужна была сила В молитве И они говорили Боже научи нас молиться Апостол Павел Говорит Тимофею Я желаю Чтобы на всяком месте Мужи Жены Чтобы произносили молитвы Друзья Ваша молитва вслух Мы не задумываемся об этом Она окрыляет кого-то Какое-то время тому назад Может быть несколько лет Когда еще собирались Мы на разбор в разных группах Если вы помните Старики были Старички в малом зале Те кто позрослее С Григорием Молодежь собиралась здесь И в один вторник Получилось Что вместе мы были Те кто помоложе И кто постарше И когда мы стояли на молитве И замолилась сестра Одна старица У нее мурашки по коже Пошли от ее молитвы И ты стоишь и говоришь Господи Аминь Аминь Ты хочешь сказать аминь Ты хочешь соединиться С ее молитвой Друзья Ваша молитва Она окрыляет часто Ваша молитва Это не результат на проповедь Если мне понравилось Что сказал проповедник Или нет Я помолюсь Разговор с Богом Проверьте сами себя Приходя в дом Божий Дом который называется молитва Не прошло ли служение Просто так Я вспоминаю себя Когда я был ребенком Я приходил в церковь Она огромная была И когда старички приходили Они стояли Все молились Люди заходят Один стоит молится Другой стоит молится Все стоят молятся И просят Божий Благослови это служение Господи благослови проповедника Благослови сердце мое Открой мои уши Мои души Чтоб я что-то услышал Для себя Придя сюда Прошлое воскресенье Позапрошлое Проверьте себя Вы помолились хоть один раз В доме молитвы Это не оценка на проповедь Это мой разговор с Богом Я хочу Павел говорит Чтоб на всяком месте Мужи совершали молитвы Дальше он пишет В этом же стихе Воздевая руки чистые С этим у нас совсем плохо Когда мы говорим Особенно мы баптисты Воздевая руки чистые Мы сразу переносимся Нам кажется Это делают только пятидесятники Или харизматы Мы с молодежью Когда-то посещали церковь Недалеко от нас Была И предложили Предложите песнь Которую мы споем вместе Общим пением Ну наша любимая Тогда была Прихожу к тебе с хвалою И там во втором куплете Есть такой стих Ты один достоин хвалы Мы возносим к небу руки В тебе радуемся мы Они говорят Нет-нет Мы эту песню не поем Почему? Там есть слова Мы возносим к небу руки Друзья В протяжении всего Ветхого Завета И Слово Божие Мужи Божии Воздевали руки к небу Взывали в молитвах С поднятыми руками к небу Прославляли Бога Что-то есть в этом особое Когда ты тянешь руки к отцу Нету в этом ничего такого Знаете, мой ребенок Второй сын мой Старший Он когда возрастал Он почему-то Вот из всех детей Всегда любил на руки проситься Вот никто Как вот Даник Не просился на руки Он всегда вот этот маленький Полный ребеночек Ходит и Всегда руки тянет к папе Всегда возьмите меня на руки Он хочет, чтобы его взяли на руки Показать Папа, я к тебе хочу И ты не можешь сказать С нуля, опусти руки Ты баптист Не можешь Чистые руки Воздевали к Богу В молитвах Это Слово Божие говорит Дальше читая этот стих Написано, что И руки без гнева И сомнения Друзья, тут и нету Одних или других Здесь или гнев И примирение Мир, миротворцы Если ты человек Библия учит нас Чтобы мы были миротворцы Чтобы мы воздевали Молитвы наши Чтобы к Богу И шли без гнева Без гнева на кого? Без гнева на чего? Или на кого-то? Или на что-то? Ты или гневайся Или не гневайся? Ты или миротворец Или нет? Понимаете? Не миросохранитель Где ты вот такой Тихенький, мирный Сидишь дома Меня не трогать И я никого не трогаю Я мир имею И я мир сохраняю в себе Нет, Христос говорит Блаженны миротворцы Когда есть что-то Ситуация какая-то И я могу проявить Мудрость И в этой ситуации Сделать примирение Блаженны миротворцы Руки, которые воздеваем Бога Чистые Без гнева И сомнения Друзья Какое-то время тому назад Американский пастырь Посещал церковь в Китае Там, где гонение огромное Он говорит В маленькой комнате Собралось 22 человека Там дышать нечем было 18 из 22 людей Три года отсидели За Христа и за проповедь 18 из 22 Отсидели уже За Слово Божие За проповедь За то, что они собираются Просто помолиться И когда они молились Они говорят ему Брат Давай молиться так Чтоб у нас здесь было Как у вас там в Америке Он говорит Друзья Я не буду молиться так Не надо Чтоб у вас Там было Как у нас В Америке Не охладели ли мы Не заснули ли мы Друзья У нас есть время Для молитвы сегодня Пускай благословит Бог нас Услышать это Слово Открыть наши уста И прославить Его В наших молитвах В нашей жизни Помолимся Аминь